У меня есть свой, детский. Детский, детский тоже пойдет. Как вы тут живете? Ну, хорошо. Все натуральное, прикиньте, вот каменщики. Оу! Ни хрена себе! А что ты упал, почему? Ребятки, я решил остановиться возле вот этого поля на въезде, населенный пункт Чусовое. Потому что, во-первых, меня привлекли вот эти вот стоги сена скрученные, бочонки такие интересные. А во-вторых, пейзаж, который отсюда открывается, он покруче, чем National Geographic. Смотрите, поле, тут вот такой островок березок, затем дальше вниз уходит вот эта вот равнина, затем лес, и затем она вверх, там снова лес, а дальше горы, и все эти горы покрыты лесом. Это смотрится в реальности очень клево. Видно воздух чистый, видно даже вот очертания самых дальних гор, которые еще за нетями находятся, вот там в дымке. А на камеру, на обычную не 4К, наверное, это будет не видно, но вот очень классный вид, прямо можно фотографировать и делать обои для Windows. Короче, безмятежность по-русски это можно назвать. Я когда ехал, мне казалось, что прохладно стало, ветерок меня обдувает, а тут остановился, светит солнце. Сейчас покажу, вот оно так очень мощно светит и прямо жарит, как будто в сауне инфракрасной сидишь. Ну вот, продолжаем движение в сторону часового, часовое населенный пункт. Вот мы заехали, мы с вами в населенный пункт, и по ощущениям, прямо никого здесь нету, полная тишина, очень мало домов, прямо реально мало. Похоже, что есть предприятие сельскохозяйственное и по обработке дерева. Деревообработка, пиломатериалы, то есть вот комбайны там стоят, всякая сельхозтехника, островы от автомобилей грузовых, прямо в поле валяются, водонапорные башни. Да, интересно, интересно. Так, кто-то меня сзади догоняет, приторможу немножко на обочинке. Вот здесь вот, издалека показалось, что это грузовик, это типа газелька. Так, кони ходят. Блин, интересно, реально мало домов, прямо вот тут вот вообще бескрайние просторы. А заброшенные дома есть, разумеется. Я продолжаю спускаться к реке, и, соответственно, попадем с вами на мостик. На 360 градусов, включу, кручу головой все стороны, вы, наверное, тоже успеваете смотреть. Ну, вот есть тут детишки. Что-то из-за такие довольные, веселые. И смотрите, какой хороший асфальт, кстати. Ну, вообще, вообще, блин, классно. Это, видимо, центральная улица, либо улица, которая идет на проезд. А так как тут пока еще ни с кем не говорил, не знаю. Копейка стоит. Своя романтика маленьких населенных пунктов. Есть, конечно, то есть, вот ты их прямо заезжаешь. Ну, ты смотри, здесь дорожные знаки, и вообще, как бы, все-все-все тут сделано. Своя микроромантика улица Ленина. Дом, похоже, что нежилой, хотя... Хотя непонятно даже с первого взгляда. Здесь села, 295 лет. Интересно. Тут еще... Еще 11 сентября выборы будут. Губернатора, кстати, Свердловской области. Вот мопед стоит бензиновый. Да, а вот далеке река виднеется. И к этой реке мы как раз с вами подъезжаем. Крутые, крутые перепады высот. Очень резкие. Смотрите, как будто едешь. Вообще, очень сильный уклон. И это мост получается автомобильный. А я еще хочу пройтись по мосту, который пешеходный. Да, уклончик крутой. Смотрите, тут насыпались желтые листья. То есть деревья уже чувствуют приближение осени. И скоро начнут осыпаться. Видите, сейчас шуршать будут листья. У меня под колесами. Есть тут молодежь. Даешь молодежь, бегает. Вот виднеются конструкции моста пешеходного. Сегодня у роли пятница. Столько народу. Мужик тащит лодку. Тащит лодку из воды. Видите, да? Какая она у него здоровая. Лодка уже вытащена. Смотрите, какие камни здесь мощные. Сейчас в тенек встану, потому что очень жарко. Очень жарко. Вот так вот. Подвесной мост вы прибываете. Захожу на пешеходный мостик. Без перил. У него реально только тросы, на которых он висит. А вот этих вот сбоков ограждений вертикальных, как обычно, их нету. То есть просто вот мост. И все. А я на нем хотел еще на Ситикоко проехать. Нет, пожалуй, я не буду рисковать. Хотя я бы, наверное, проехал. Но видите, пустота сбоков. То есть ничего нет. Если улетишь, то как бы прямо вообще мало не покажется. Самборды. Ребята отдыхают. Сплавляются. Да. Какая красота. Домик продается. Много больше ляма стоит, раз в таких хороших местах. Вот это вот камень, под которым я оставил самокат. Вот тут из-за солнца не видно. А река называется Часовая. Вон, кстати, там еще на лодке плавают рыбаки. Я думаю, что река Часовая все-таки больше. А тут вот смотрите, я подхожу к краю и вижу, что прямо дно. То есть дно видно. Абсолютно нормально. То есть река прямо-таки мелкая. Может быть, она обмелела то, что вот сухая погода стоит так долго. А может быть, она такая и есть. Мостик, кстати, качается. Я вот иду по нему один, и он качается. Замок. Кто-то приделал замок, на счастье. А вот еще один. Что-то маловато тут свадеб-то. На том берегу стоит много машин. Целая шеренга, выставка. Я все не мог понять, почему. А теперь, кажется, дошло. Потому что это, наверное, дачники, которые живут в этих вот домах. Нету здесь автомобильного моста. Они там оставляют машины и переходят по пешеходному. Вот по этому. Поэтому так и получается, что машины там, а дачники здесь, на другом берегу. Вот такой вот мостик. Мостик собран на деревянных опорах. Реально на деревянных столбах. И смотрите, как это выглядит. Чтобы тросы не разрезали дерево. Вот такие вот штучки загнутые, металлические, одеты сверху. Подложены под трос. И оно как бы вот работает для того, чтобы дерево не разрезало. Потому что дерево целиком, то есть все опоры моста деревянные. То есть дерево, металлические тросы. Раз, два, три, четыре. И на них просто лежат вот эти вот деревянные досочки. Которые местами видно, что меняют. Потому что они все-таки гниют. Это же дерево. Но перил нету. Вот видите, оп-оп. Тут все. Тут все вот так вот спокойно можно улететь. Поэтому на ситикок я тут все-таки не поеду. Там дальше, где уже на спуск идет. Там прямо досочки видно, что гнилые. Они могут не выдержать веса. И соответственно я тут что-нибудь людям сломаю. Мне потом попадет. Да и вообще не сам могу тут улететь. Но наверное интересное ощущение. На Луне я катался по подвесным мостам. Его еще так качают. Опасно конечно очень. Но там были ограждения. А здесь их нету. Видите, здесь просто пустота. То есть если что-то не удержал траекторию. То можно занырнуть прямо в реку Часовую. Искупаться. Ну в принципе тоже хорошо. Чтобы понять насколько чистое дно. Вот смотрите. Вот видите. Дно видно. То есть солнце светит и полностью просвечивает воду. Тут даже рыбы. Смотрите какие комбалы плавают огромные. Все видно ребята. Абсолютно чистое. Абсолютно чистое дно. Тут сделаны сооружения. Это видимо местная сцена. Тут проходят концерты звезд. Местных и мирового масштаба. Все сюда приезжают. Вот лесенка. И такой ангар. Не сильно быстро возводимый. На сварке. Да, он похоже на сварке держится. Еще деревянные штуки прикручены. Видимо сюда натягивается тент. И тут начинается праздник. Эх, широка страна моя родная. Супер. Плавают местные лодочки. Похоже, что они плывут против течения. Хотя не могу сказать в какую сторону тут течения. Не спешат их видимо. Слабенький моторчик. Меркурий у них. Но выглядит это конечно романтично. Прям вообще романтик. Романтик. Смотрите народ. Можик катит тачку с одним колесом. По вот этому подвесному мостику. Где мы с вами сейчас ходили. Помните эту знаменитую фразу. Что четыре колеса возят тело. Два колеса возят душу. А одно колесо цемент. Ребятки, я хочу вам рассказать. Какие мыльно-рыльные принадлежности я беру с собой. Сейчас я на берегу реки Чусовой. В населенном пункте Чусовой я допустим кушаю. У меня есть с собой мыло. Которое нормальное хозяйственное мыло. Я его купил, потому что тот кусок за предыдущую неделю из расходов. Набор вилка-ложка. Значит у меня есть. Но самое главное это. У меня есть с собой своя губка. Которую в общем-то моюсь в гостинице. Зубная щетка, зубная паста, электробритва. И даже дизик. То есть у меня все с собой есть. Вот в такой вот штучке. Это называется не косметичка. Это называется походная сумочка. Как-то так. Или походный кошелек. Как-то так. В общем это не косметичка. Народ, кто там будет писать. Это сумочка. Я ее купил. Магнит косметик по-моему. Потом увидел в Галамарте такие в два раза дешевле. И купил еще одну. Немножко другой формы. Даже не в Галамарте. Монетки за 99 рублей. Купил похожую, только другой формы. И там еще не просто сумочка была за 99 рублей. А там у меня еще был гель для душа и какая-то губочка. Вот. Так что такая штука в поездке незаменима. Потому что в ней лежит все. То есть все лежит вместе. И когда пошел вечером мыться. Или где-то купаешься. Пошел, значит надо вымыться. Вот просто ее взял, достал из кофра. И тут сразу все есть. И зуб почистить, и побриться, и вымыться. То есть вот. А набор вилка-ложка. Такой вот штуки мне его папа подарил еще, блин, 10 лет назад, наверное. Хотя, наверное, больше. И он у меня лежит под сидением в кофре. То есть тоже в шаговой доступности, чтобы можно было быстро взять и поесть. Священный унитаз называется. Это место под сидением. А вот эта штука оказалась невероятно крутой. Просто вот такие стяжки, чтобы хормить. Например, перчатки, чтобы они сохли. Ну, еще у меня тут куртка закреплена. А вот это вот скала. Давайте я вам покажу скалу поближе. Она прямо такая здоровая. И когда я ее потрогал, я думаю, что она теплая, потому что стоит теплая погода. А ничего подобного. Она как будто внутри с охлаждением. То есть она холодная. А тут кто-то в нее забил дюбель. Причем, похоже, что пистолетом забивали этим. С патронами. Что-то еще отметка какая-то. Тут, может быть, кто-то скалолазанием занимался. Но вот эта вот штука реально классная. То есть настоящая скала. И я прямо как Стивен Сигал, помните, в том фильме, могу постоять возле вот этой вот скалы. И помните этот фильм со Стивеном Сигалом из моего детства? По-моему, он назывался Захват. Либо Захват 2. Он там стоял с такой железобетонной физиономией на фоне скалы. И поезд уходил вдаль. То есть он кое-как спасся, а поезд ушел. То есть он стоит и думает, блин, мне надо догнать этот поезд. И вот сзади у него скала. Мы с вами проедем вот по этому мостику. Через реку Часовую. Тут, видимо, что-то какое-то гидротехническое сооружение. Типа шлюзов, либо перелива сделано. Вот так. Вот мы сейчас по нему с вами проедем. Вот видите, тут слева какие-то механизмы. Похоже, что вот этот пруд, он сливается. То есть и вот в эту реку он как-то выливается. Да, вот тут прямо видно эти гидротехнические сооружения. Вот тут типа слеза что-то такого небольшого. В общем, это все работает. Сам пруд очень красивый. Хотя, ребята, это не пруд, это вообще-то река Часовая. Но на карте у меня написано, что это река Часовая. Это туристические автобусы. Тут, видимо, приезжают туристики. Либо это не туристические автобусы, а экскурсионные. То есть, возможно, что ездят... А, нет, в смысле, не экскурсионные, а местных жителей его возят. Вот, наверное, как. Супер старинные здания. Вот, смотрите, прямо оригинал. 200 лет назад стопудово построенные. Такие резни сейчас уже не делают. Однозначно не делают. Ну, и по саму срубу видно, что он сделан очень давно. Но при этом качественно, раз столько лет простоял, больше века, по сути. Поднимаемся в крутую гору. Ну, разумеется, река, как правило, на низине находится. И, соответственно, когда уезжаешь из населенного пункта с рекой, поднимаешься прямо сильно в гору. А здесь заканчивается населенный пункт Часовое. Видите, вот этот указатель в красной линии, перечеркнутый. И какое-то здание похоже на таунхаус. Но, в общем, я не знаю, что это тут не написано. А вот. Слева вот это вот сооружение, это бочка. То есть она обита утеплителем. Ну, видимо, это раньше было когда-то действует. То есть сейчас она не действующая. То есть видно, что к ней труба не подходит. Таким способом раньше делали водонапорные башни. То есть во многих селах они еще сохранились, даже в уиске Шерти. Обита она утеплителем, потому что она круглогодичная. Для того, чтобы вода зимой просто не замерзала. Температура зимой из реки воды где-то 4-5 градусов. Соответственно, она сюда заходит, насосом накачивается и затем раздается жителям. Она не успевает остыть до нуля градусов и, соответственно, замерзнет. Вот этот утеплитель как бы спасает. То есть без него она бы, разумеется, замерзала. Сейчас дам вам обзорный кадр с высоты, уже с горы на этот населенный пункт Чусовое. Вот оттуда мы заехали, тут река внизу, отсюда мы выезжаем с вами. И зацените, какое сбогоествие, как все тут размеренно, тихо и спокойно идет. И вот эти вот великолепные леса, тайга, тундра, уходящая вдаль, оно прямо вот все как будто источает вот этот вот свежайший воздух, который очень полезен для наших легких. Вот это вот все вот прямо вот вокруг здесь находится. Все бескрайние просторы, куда бы я ни посмотрел, куда бы я ни перевел свой взгляд, как пишут писатели, везде лес, то есть вообще везде, куда бы я ни посмотрел. Ну, смотрите, ребятки, как интересно, у меня запланирован маршрут через, значит, те-то контрольные точки, я нажимаю в путь, и навигатор мне говорит, назначение ДК «Илимский» может быть закрыто. Прикиньте, да, то есть он беспокоится о том, чтобы я не приехал закрытый клуб. Но я все равно хочу посмотреть ДК «Илимский» и «Илимский», потому что он очень маленький, и мне вообще интересно, как выглядит Дом культуры в очень-очень-очень маленьком поселке, как это все будет выглядеть. Я думаю, вам тоже это интересно, поэтому едем через Илимск, посмотрим, что там за Дом культуры, как он вообще выглядит. Я все дальше отдаляюсь от больших населенных пунктов, и по пути теперь будут только очень маленькие населенные пункты, в том числе и сегодняшний конечный пункт назначения Шали, это все маленькие села. Но какая сюда идет дорога, я не перестаю удивляться, почему она такая хорошая, асфальтированная. Наверное, ее сделали недавно, может быть, несколько лет назад. А виды, которые открываются, они не просто захватывают дух, я реально местами сбрасываю скорость для того, чтобы посмотреть, останавливаюсь, фотографируюсь для того, чтобы все посмотреть, все понюхать. Тут вот отворот куда-то направо, а на карте его нету, только на снимках со спутника. Это, наверное, куда-то вот совсем в глушь. Да, вот прямо там в лес, и в лесу типа тупик. Проезжают по этой дороге машинки красные и белые, то есть в тех селах, которые я планирую сегодня посетить, а есть магазины красные и белые, очевидно. А вот здесь вот почему-то значок пятерочки был на этом вот грузовике. Но на пятерочку я там вообще не рассчитываю, хотя, по-моему, в шале все-таки она есть. Но, наверное, только в шале. Вот такая вот порода с правой стороны, замечательная. Скальник, причем плоский, но он под углом стоит. Сланцевая какая-то порода такая интересная. Невероятно фантастически живописные виды. Эти виды станут еще более живописнее, когда вы все дружно скинетесь мне на 4К камеру. Тогда эти виды просто вот такие станут. Но, опять же, я думаю, в этом нет необходимости именно снимать 4К, потому что 4К, потому что далеко не у всех, я бы сказал, у единиц моих зрителей есть такие телевизоры. На обычном мониторе 1080 срок, это, на мой взгляд, вообще достаточно. А если вы смотрите с телефона, то там даже не все телефоны 1080 поддерживают. Так что, в принципе, такого качества, которое у меня сейчас есть, его должно быть на данном этапе достаточно. Вот такие вот, ребятки, дорожки извилистые, с постоянными перепадами. Посмотрите, как это выглядит. Извилистые, с перепадами. То есть там, с предыдущего спуска, я видел только верхушку этой дороги и даже не мог понять, куда она повернет потом, потому что деревья, они растут прямо стеной слева и справа. Видите, просто тайга, да? Курс выживания. И слева, и справа лес чаще. И, значит, дорога-то вот идет только между ними. Но при этом, что меня все еще радует и удивляет, есть обочина, причем такая безопасная. То есть тут нет, так как было сделано вот за Первоуральска, такие вот хреновины для отвода воды. То есть обочина есть, но воспользоваться ей нельзя. Ехать по ней там было нельзя, потому что совершенно неожиданно у нас тут стояли бордюры поперек, и там, значит, водостоки. Вот здесь такого нет. Здесь вот асфальт и дальше еще гравиюшечкой насыпано. То есть, в принципе, все ровно, все красиво. Ну вот. Так, тут кто-то лежит. Что-то непонятно кто. Почти доели. Так, ну что, движемся дальше. Скоро мы увидим, как выглядит Дом культуры в поселке Иллим. А вот самое начало этого поселка. Мы переезжаем границу. Иллим, знак такой старенький-старенький. Он с местами облез, снизу начал облезать. Навигатор проведет меня по центру этого поселка. И дальше на пароход мы поедем дальше. Другие названия смотреть. Ну, давайте сначала оглядимся здесь. Время сейчас, конец августа. И ребята копают, похоже, что картошку в огороде. Пора уже прибираться. Прибираться пора. Да, ребята копают картошку. Можно ехать помедленнее, чтобы все успевать смотреть. Так, ну дорога, дорога меня удивляет. Ловят здесь 4G. У меня все антенки. Ну, это прям фантастика вообще, народ. Вот, интересно, есть ли тут железнодорожная станция. То есть, можно ли сюда быстро доехать до Екатеринбурга. Но если она тут есть, то это прямо вообще классно. Так, здесь мне нужно повернуть направо. Кругом старые домики. Большинство из них, по ощущениям, живые. А вот этот, похоже, что нет. Тут уже все развалилось. Да, места, места потрясные, потрясные. Не знаю, что меня так прет по таким местам кататься. Ну, хотя, я могу только догадываться. Потому что, в принципе, все предки, ну, лично у меня, они все-таки из села. Ну, хотя раньше больших городов-то как бы было пальцем пересчитать. Но вот у меня конкретно предки из села. Из сел городского типа. То есть, в принципе, не из миллионника, не москвичи у меня предки. Так, пруд. Что-то такое вот. Что, кстати, я обращаю внимание, ребята, полное отсутствие мусора. Его здесь нет. То есть, пруд есть, а мусора нет. Вот немножко вот валяются от бичей коробки. Вот если у нас возле города Перми какой-нибудь пруд, да любой, по сути, подъехать, то там он весь будет завален каким-то мусором. То есть, там даже воды не видно. Весь верхний слой тут плавает мусор. А здесь, видимо, потому что мало народу, соответственно, мало мусора. Может быть, люди его еще выносят. Специально оборудованы контейнерные площадки. Это не асфальтированная дорога уже. Это геравий. С их крупными булыжниками утрамбованные. То здесь, видимо, меньше мусорят, более ответственно подходят к вопросам, так сказать. Так, здесь, очевидно, мина налево, да? О, тут тоже пинбайкеры гоняют. Ничего себе. Да я вообще, я каждый раз удивляюсь. Че, откуда вы беретесь в таких местах? Помните, я в кордон ездил? Там тоже гоняли пинбайкеры в кордоне. Где вы бензин-то берете? Тут заправок-то нигде нет. Из города вы заказываете по почте, что ли? Так, справа, пока я пристану, справа какое-то предприятие. Тут видно, что гаражи, краны стоят. Но что-то, правда, совсем мало. Один только краны вижу. И что-то вот как-то вот совсем, совсем тоска навевает. Ну, нет, не тоска, а то, что нет движения-то. Хотя сегодня не выходной день. Сегодня все-таки пятница, котенок, котенок разноцветное. Дома с закрытыми ставнями, с проваленными крышами. Так, это мы с вами уже видали все, да? Помните, в других местах? Ага, здесь жилой домишко, очевидно. Да, прям так прибрано, все четко. Тут дальше тоже живые. Магазин продукты спереди виднеется, кстати. Вдалеке уже полуразрушенная остовка какого-то цеха. Сейчас мы это все будем с вами проезжать. Все посмотрим. Да, слева уже полностью разрушенная, скорее всего, от колхоза, совхоза какие-то здания. Ну, прям тут совсем уже ничего не осталось. Чисто одни остатки стен стоят. Крыша даже местами не сохранилась. И здесь вот тоже. Я думаю, что все-таки это что-то было сельскохозяйственное. Если вы знаете, что это было конкретно, то можете мне написать. Так, меня догоняет бикбайкер. Он уже успел кругля, что ли, тут дайте, я не понял. А-а-а, в ту сторону я еду. Вот она форная башня классической конструкции. Я находил документы. Так, что мне навигатор что-то рассказывает? Я находил документы, ребята, столетней давности, фотки документов, архива Кайшерского района. Там было написано, из чего эти башни строились и какое вообще было техзадание. То есть, как они строились. Что должно быть на нижних венцах, какой должен использоваться кирпич и что должно быть вверху. Ребята, прикиньте, здесь есть железнодорожная станция. Вот проходит поезд грузовой, значит, тут ходит и пассажирский. Значит, у людей, которые живут в Элиме, вообще нет проблем. То есть, взяли, да поехали. Привет. Что, местные, да? А вы нет? Нет, нет. Не знаю, гораздо более. Это электрический. Я понял. Я хочу посмотреть, где тут у вас ТК Ильинский. Да, прямо. Покажи мне, я хочу доехать до туда. А вот так вот, ребята, выглядит дом культуры в поселке Ильим. Интересно. Ильинский сельский дом культуры. Видите, да? Вот все в деревнях-то существует. Вы прибываете. Привет. Без шлема нельзя катать. Без шлема нельзя катать. Без шлем. У меня, ну. Можно мне шлем покататься? Если у тебя есть, я тебя прокачу. У меня нет. Все тогда. У меня есть свой детский. Детский тоже пойдет. Как вы тут живете? Ну, хорошо. Тебе надо заплавиться. Это напряжение, это батарейка. А? Ну, мне хватит, докуда я собирался доехать. Так что я это самое. Пока не буду заправляться. А, его на батарейку ставят? Ну, в розетке заряжаются. На розетке? Да. А почему он на бензине? Нет, он не на бензине. Клево, да? Я же задался. Я тоже побегать. А сколько бензина? Иди заправляйся. Он на жаляске ставится. А, на жаляске? А. Где тут кабель? Где кабель? Погадай, где кабель. Вон у меня удлинитель здесь лежит. Вот такие веселые ребята живут в поселке Ильим. Блин, они вообще ничего не стесняются. Кофр там лезут, открывают. Пытаются крутануть ручку газа, послушать звук выхлопа. А, ну, я держу тормоз, уже как бы знаю, что может произойти. Так. Чуть постарше ребятки гоняют тут как бешеные. Видите, да? Молодцы. Молодцы, одним словом. Ну, да, я, кстати, замечал, ребята, такой эффект. Чем дальше от большой цивилизации дети, тем более они раскрепощенные. Ну, я вообще... Я был не таким любопытным... Главное, не таким раскрепощенным ребенком. Я что-то как-то все стесняшки, стесняшки. Тут вот ребята вообще ничего не стесняются. Я думаю, если бы я им просто дал скутер, они бы на него сели и поехали. То есть, они вообще не напрягаются. То есть, они сядут и поедут, и нормально все у них будет. Но я их не прокатил, так как у них нету слемов. Без слема маленьких детей катать не буду. Давайте, ребятки, зайдем в сельский магаз, посмотрим, что тут вообще продается у них. Вот сельский магазин Васильевка. Можете открыть гугл-карты, как я всегда говорю, и посмотреть, где он находится. Давайте, ну, посмотрим, интересно, что тут есть. Это же не пятерочка, да? Это именно такой сельский магазинчик. Ну-ка, посмотрим, как выглядит сельский магазин. О-о-о. Здравствуйте. У вас тут пятерочек-то нету, да? А ближайшие ушали только? Ладно, хорошо. Что тут у вас? Как вы тут живете? Мам, мне столько детей бегает, мне тоже все сказали нормально. Дачников нет. А, ты дачники, все, да? Своих-то мало. А так у вас станция тут есть, то есть... Вот станция здесь. И вы можете сразу в Екатеринбург, допустим, уехать, да? Да, да, Кузина. А потом? В Абабу находит, на лепричку пересаживаются. То есть у вас не на проход тут линия-то? Здравствуйте. Понял, здравствуйте. Ну, ребята, да, классный сельский магазинчик. Прямо как, все как я и думал. То есть... Все как я и думал. Насчет станции она у них есть. Но ходит не на проход здесь поезд. Здесь два вагончика проезжают, которые их забирают. И дальше они уже в другом поселке пересаживаются на электричку. Так. На поезд, который идет уже в сторону Екатеринбурга. О, я, кстати, мусор не выбросил, когда там в Чусовом-то был. Надо мне мусор весь достать и отнести мусорку вот сюда вот. У нас порядок. О, там столько упаковок от мороженого. Видео местные хавают мороженое. А следующий населенный пункт у нас будет Силла, а потом Шаля. Силла – это вот тоже название села, видимо, такое. А потом уже Шаля. О, какие тут развалины клевые. Вообще, 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 смотрите. Тут что-то было. Непонятно, то ли производство, то ли. Но на школу это не похоже. Значит, скорее всего, производственные цеха. Да, ну, раз мощные лампы висят, значит, да, производственные цеха. Портит вид, конечно, эти сооружения. Сейчас с вами будем переезжать железнодорожный переезд. Вот тут паровозик Томас нарисован. Видите, да, дымок у него идет. Настоящий паровоз. Будем переезжать железную дорогу. Посмотрим налево-направо. Тут два пути. Причем один из них не задействован. Видите, он полностью ржавый. То есть по нему не ездят. А по вот этому ездят. Движемся дальше. Я очень надеюсь, что, как и мне, вам нравится это путешествие. И вот эти вот великолепные виды нетронутой природы, которые мы с вами наблюдаем. Слева, справа, сверху, снизу, спереди и сзади. Короче, везде. Мы приближаемся к реке, названию которой Мусорка. Прикиньте, да, какие реки есть, с какими оригинальными названиями река Мусорка. Интересно, почему ее так назвали. Наверное, в ней плавает много всякого мусора. Ну, реки я, кстати, тут вообще не вижу. Вот она где-то, видимо, либо маленькая совсем. Да. Видите, какие названия Свердловской области. Мусорка, река. Ну, как бывает. Вдоль дороги выпилены деревья. Ну, точнее, не вдоль дороги, а вдоль линии электропередач. Вот видно, что они, правда, прямо свежевыпилены. Но их почему-то даже не убирают. И никто не растаскивает на дрова. Но, видимо, потому что некому растаскивать. Очень мало тут населенных пунктов. И тут вот их сейчас прямо вообще нет. Вот там, где я еду. Соответственно, сотовой сети нет. Ближайший населенный пункт Силва только через 5 километров еще. Вон они, как сваленные вот эти вот деревья прямо четко там. Видите, опа-да. Такие дрова, они же денег стоят, да. А, тут бери просто так вот. Нет, не берут. Людик, не берут. Классно, да? Смотрите, сколько дров. О, ребята, я внезапно вынурнул из леса. И впереди простираются не просто пейзаж, а захватывающий дух пейзаж. Река, горы, поля, луга. Очень сильный встречный ветер. Асфальтированная дорога даже с разметкой. И с ограничением 70 километров в час. Балдежные виды. И вот сколько я смотрю, дали никаких признаков живых домов или каких-то живых поселков. Ну, кроме дороги. То есть вообще ничего нет. Ни одного домика. Разумеется, ни одной кафешки, хотели, мотеля. Вообще ничего нет. Просто тишь да гладь. Классно. Как мне объясняли, тут уже водятся действительно настоящие медведи. А вот. Тут может быть опасно. Надолго ночевать. Они могут по запаху определить. Прийти и съесть. Вот такая вот беседочка прямо возле дороги. И тут шишки прямо валяются. Они что, с дерева? А, вот дерево. С него шишки нападали. Очень оригинально сделана крыша. Смотрите, у нее нет конька. И либо его сдуло. Вот такое вот место. Растет бамбук. Вот смотрите, там вот далеке виднеются палки бамбука. А здесь, по идее, можно было бы посидеть, попить воды, чаю там что-нибудь, в общем, поесть. Ну, тут дело в том, что все сидения обгажены птичками. Не людьми, птичками. И тут как бы вот, ну, не алё совсем сидеть. Так, обойдём. Тут видно, что следы. Кто-то ходит прямо к реке. Это людишки, скорее всего, вот туда вот. Но я не пойду, потому что там может быть болото. Ну, смотрите, какие виды открываются. Это супер-супер просто. И вот эта беседка. Надо двигаться дальше. Надо успеть кафе, которое в шаре находится, чтобы покушать хорошо. Ребята, открывается вид на посёлок Силово. Причём сейчас солнце спряталось за облаками. И видите, прямо как такие линии света просвечивают через облака. Там, где они могут просветить лучами. И прямо это всё так выглядит, как будто киношная картинка. Вот справа, смотрите, да? Как киношная картинка. То есть Бондарчукову понравилось. Село основано в 1649 году. Но он писан на указателе. Ссылка. Так, а тут что? Природа нашего края удивительно красива. Сохраним её вместе. Давайте попробуем. Целая улица разбитых домов. Вообще прямо без окон, без дверей. И есть реклама от риэлторов. Куплю землю с документами причём. То есть, понимаете, тут можно купить землю без документов, скорее всего. Но она будет стоить совсем дёшево. Козы входят. И барашки. Это что, барашки, да? Ой, какие прикольные. Овечки, овечки. Да. Населённый Пункт Силла. Тоже домик не первой свежести. Ну, тут жизнь-то кипит, смотрите. Прямо можно сразу фильм снимать. Декорации все готовы. Жизнь кипит. Люди переделывают крышу. О, а сверху там стоит Стелла. Что за Стелла? И как к ней попасть? Она прямо так высоко. Это река Силла. Там стоит пиратский катер. Такой непонятный. Что-то плавучее. И да, 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 да. Красота, конечно, неописуемая. Не ожидал. Я думал, тут совсем будет всё грустно. Но нет. И что за сверху вот Стелла такая стоит? И как к ней попасть? Ещё тоже вопрос. Вот. Тут, похоже, справа сделан пешеходный тротуар. Смотрите, такой широкий. Обалдеть вообще. Несколько пешеходов сразу могут разминуться. Это дамба за пруда. Очевидно, да. Чтобы что-то тут когда-то работало. А вот виднеется развалины до этого самого завода. Вот там вот, вдалеке. Сейчас проедем, всё посмотрим. А, ну, навигатор это самое. Навигатор это самое. Не знает, как туда проехать. То есть вот стоят развалины завода. Вот они. Ну, прикольно, прикольно. Вообще классно. Надо вот с этой точки на расход. Спасибо. Вот такая вот здесь церковь-часовня. И что интересно, ребята, я чувствую, что начинается дождь. Вроде бы тучка только одна. Её сейчас сдует, скорее всего. Ну, на меня вот падают капли. На шлем падают капли. Это очень неожиданно. И вот сейчас прям совсем не нужно дождик. Тут нафиг сегодня мне не нужен. По двум причинам. Во-первых, жарко. Я не хочу одеваться. Тепло ехать в этом самом дождевике. Во-вторых, если будет сильный дождь, то он размочит дорогу между малюбкой и шамарами. А это значит, что я не смогу по ней проехать. А это будет означать, что мне придётся весь путь проделывать заново. То есть обратно ехать до Староуткинска. То есть потом до Первоуральска. И возвращаться на трассу. Нет, это будет слишком долго. И нет, такой варик не катит. Подъедем к развалинам этого завода. Вы прикиньте, им больше 200 лет. И они, в принципе, ещё сохранились. То есть они до какого-то времени, конечно, работали. Я понимаю, тут неоригинальная крыша. Вот, скорее всего, как раз та, которая сохранилась. Она не оригинал. Но всё равно, вы посмотрите, какой тут замок. Замок, дворец. А как на ту стеллу-то, кстати, попасть всё-таки? Вот там-то, блин, тоже было поинтересно. Ну, и как будто средневековый замок. Только это не замок, а всё-таки это производственное помещение. Это завод. Очень, ребятки, надеюсь, что сильный дождь не начнётся. Но вот видите, капли прямо уже капают. И это прям вообще не очень приятно. То есть дождь сейчас всё-таки не нужен. Очень исторический вид, я бы сказал. Всё натуральное. Прикиньте, вот каменщики. Оу! Ни хрена себе! А что ты упал, почему? Не понял. В смысле? Этот ветер такой сильный? Первый раз за 8 дней путешествия. У меня скутер упал. Причём, тут, кстати, есть плюс очень большой. Вот этой вот ручки. Так, он живой, да, живой. То, что она резина. Вот, смотрите, он упал. Вот этой штучки у меня здесь уже давно нет. Вот такой вот, да. А здесь вот резиновая такая штучка. Видите, она мягкая. То есть она мягкая, и он падает на неё. Вот, ну, первый раз он не упал. И она не ломается. Видите, она из резины сделана. То есть в этой Сибири тут подсуетилась. И сделала нормальную, надёжную ручку. Так, почему же он всё-таки упал? Сейчас я его поставлю. Не, он не должен был упасть. То есть как так-то? Очень сильные порывы ветра. Прямо жесть. Так, дубль-2. Фоткаю самокат на фоне развалин Демидовского завода. А, разумеется, это всё в кадр не влезет. На фотоаппарате, а на экшн-камере, наверное, почти-почти влезет. Сейчас ещё подальше отойду. Вот, наверное, с такого ракурса угла обзора хватает, что прямо вот всё вошло в кадр. Красиво. Красиво, несмотря на то, что это просто развалины. Это красиво. Причём видно, что арки выложены красным. Сейчас ближе подойдём, я покажу. Арки выложены красным кирпичом. А сами стены и вот то, что между арками, они выложены каким-то бутовым камнем. Вот, зацените, я сейчас подойду. Прикиньте, вот каменчик, который это Клау жил 300 лет назад. 300 лет назад, ребята. Вот это даже не камень, это какой-то сланец, похоже точно. Ой, я ломаю исторический памятник. Блин, это придётся вырезать. Это же сланец настоящий. То есть вот он. Ой, так он прям весь рушится. Это опасно находиться. На яичном желтке, значит, или в белке сделано, ну, видите, какой-то толстый слой вот этих вот цемента. Арки из красного кирпича. Вот тут это же явно было переделано. А, значит, стены из вот этого бутового камня. Ну-ка, давайте заглянем внутрь. Опасно, конечно, тут находиться. Но ничего страшного. Я в шлеме. О, тут прям историей так пахнет, ребята. Вы не поверите. Не в прямом смысле пахнет. Ощущение такой мощной истории. А что тут делают коровы? Коровы, привет. Вы что тут делаете? Ой, так вас тут много. Ещё он там третий. То есть вы тут просто пасётесь. То есть вашего хозяина не напрягает, что тут с потолка падают доски, и они могут вас прибить. А вы же дофига денег стоите, коровы-то. Обалдеть. То есть на развалинах Демидовского завода уже сейчас выпас коров. Сейчас очень, ребята, жарко, и они здесь прячутся. А что вы не мычите, почему? И они здесь прячутся от жары, соответственно, тут всё-таки тенёчек. Очень. Тут, похоже, что усиливали. Смотрите, вот проваливается крыша, и тут поставили вот эти вот палочки, чтобы не провалился потолок. Интересно, вот это он потолку 300 лет, или это уже переделаем? Прям очень интересно. Вот так вот выглядели заводы 300 лет назад. 1729 год. Круто, круто. Объехал этот завод по периметру, и сейчас мы подъедем со стороны северюк-западной, получается. с западной стороны, и посмотрим тут. Тут, похоже, что шашлычное место. Тут, смотрите. О, тут тоже, блин, стильно всё выглядит. Прямо как декорации для фильма. А тут и шашлычное место, такая полянка классная. И сюда вот можно заехать. Так, оп. Речка. Свежий воздух. Утки гоняют беленькие. Камни. На них можно залезать. Ой, как красота, народ. Обалдеть. А сейчас мы с вами едем смотреть, ребятки, настоящий корабль Ермака. Я думаю, мне нужно рассказывать, кто такой Ермак. Так вот, мы едем смотреть настоящий корабль Ермака. Он отлично сохранился, и вы скоро его увидите. Тут у нас церковь, получается, справа. Очень такая большая. Она реально большая. С синим куполом. Почему-то синим, а не с жёлтым. Либо это часовня. Надо на карте посмотреть, как она называется. Я ведь вообще-то смотрел. Она, как обычно, на реконструкции и, кстати, довольно чётко реконструирует. Хм, здорово. Как же она называется? Ну, кстати, смотрите, Силуинский сельский дом культуры. Вот. Прямо доярку из Хацапетовки можно легко тут снимать. Смотрите, как чётко какой дом культуры. Я помню, мы с бабушкой ходили в такой дом культуры, но я был прямо очень маленький. Мне, наверное, было ряд 5. А он был деревянный, но очень похожий вот на это. То есть входная группа, там были колонны. И вот мы с бабушкой что-то ходили, что-то там делали. Вот. Окультуривались, в общем. Вот, ребятки, мы подъезжаем к кораблю Ермака. Вот он стоит здесь уже сколько столетий. Вот он. Тут значок Северной Олени. Не знаю, что это значит. Нам туда не надо. Вот. К самому Ермаку. А, тут должна быть дорожка, соответственно. Сейчас посмотрим. Вот. Вот. Вот этот корабль Ермака. Вот он сохранился здесь отлично. Да, и к нему есть дорога. Это территория частная, разумеется. Но я немножко проеду тут, посмотрю что-нибудь. Ну вот. Смотрите, какой он красивый. На самом деле, ребята, я шучу, конечно. Это макет корабля Ермака и это кафе. Ну, точнее, не кафе, это как бы вот такая штука для проверения мероприятий. Беседка это называется на гугл-картах. Она отмечена как беседка в виде корабля Ермака. Вот так вот это называется. Штуковина она стоит на сваях над водой. То есть, он на самом деле не плавучий. Ну, выглядит супероригинально. Выглядит очень стильно. То есть, если вы живете где-то вот рядом с этими местами, вы можете вот возле такого кораблика можете позвонить, арендовать его и, значит, тут потусить. Он зимой отапливается. То есть, не знаю, весь он или нет. Ну, скорее всего, не весь, потому что, видно, на втором этаже там нету сэндвича на потолке. То есть, вот, скорее всего, только нижний этаж отапливается. Вот. Такая вот хреновина, но выглядит очень, прямо, очень-очень-очень стильно. Солнышко мешает сейчас вам показывать. Ну, я сейчас сделаю еще оттуда еще пару снимочков. Будет понятно, я думаю. В общем, корабль Ермака. Видите? Что у нас бывает-то в Свердловской области? Вот это вот штуковина из дерева. Это какая-то непонятная горка. Видите? Вот это вот, типа, вот можно разгоняться и плюхаться в воду, что ли? Я правильно понял? Либо это для чего-то такого более серьезного сделано. Я пока не могу сообразить, для чего она здесь. Вот такой вот вид. Вот с этой точки обалденно вообще смотрится. Народ, смотрите, как интересно получается. Я забрался в такой отдаленный, прямо сказать, поселок на окраине Свердловской области. А здесь тракторишка с механизированной автоматической косой косит и подрезает деревья вдоль дороги. Вы прикиньте, да? То есть, есть тут, значит, ДРСУ какое-то, которое обслуживает эти дороги. Или, может, это к Перу-Уральску относит. Ну, в общем, не знаю. Видите, то есть, ухоженная, в общем-то, дорога, не зарастает обочина. Вот такие дела. Да и сам асфальтсом, видите, какой классный. О, тут будет заправка. Классно. Впереди наконец-то указатель с шаля. Три года я собирался увидеть этот указатель и наконец-то вот сейчас уже скоро я до него доеду. Совершенно конечно. А это еще что такое? Это еще что? Это площадка для мотоциклистов здесь? Ребята, это настолько максимально неожиданно, что я даже, в общем-то, не знаю. Вообще, это максимально неожиданно. Да. Я хочу сфоткаться возле этого указателя. Шаля, родной наш дом. Пусть будет чисто в нем. Указатель вот этот треугольник поставили прямо перед стеллой, то есть буду фоткать, он будет немножко закрывать, портить кадр. Что, давай диктуй. 901. А, на секунду. 901? Да. Телли 2. А, тут уже у вас Телли 2, да? Да, есть, мотив есть, все есть. 901? 149. Ну, если что, звоните, объясню, дорогу. Без проблем. Ну, что, благодарю тебя, Степан. Ладно, звонить, ничего, в группе не разберешься, служба спасения работает, так что, приедем. А, служба спасения? Тут прямо настоящий пункт МЧС, что ли, есть? А, конечно. Блин, да, что такое, куда я попал, вообще, как-то нормально, большая поселок, поселок городского, не факт. Я реально думал, что тут никого не будет. Вроде, она такая компактная, шаля, это как все тут различают? Не компактная? Переезд через железнодорожный, мот, растянуто нормально. Ладно. Так, мусак. Опа. Все, покидываю тогда. Поеду? Давай. Дай тебе дороги. Спасибо. Итак, господа, заехал я на вот эту площадку, на которой занимаются мотоциклисты. Сегодня у них будет сдача государственного экзамена, то есть сюда приедет ГАИ. Прикиньте, да, ну вот, те, кто смотрит меня из городов-миллионников, то есть я ехал по такой глуши, заехал, вот видите, населенный пункт Шаля, село, а тут у них свое МЧС, свой завод, разумеется, медицина, производство, пивоварни свои есть, население около 7 тысяч, они тут сами сдают экзамен, то есть у них есть тут пол ГИБДД, вот, блин, кочка, шиномонтаж, автомойка есть, и это все вот тут вот нахрен, то есть я удивлен, то есть народ живет и говорит, что у нас работы дофига, блин, я в восторге, хорошее место, ну видите, сколько техники, это тоже, видимо, какое-то ДРСУ, а это, похоже, сельскохозяйственная техника, Брянг-Сельмаш, это что-то, что-то какие-то штуковины, вот где вы в городе такое увидите, а вот здесь, в Шале, запросто можно такое увидеть, Степан работает в МЧС, и он мне объяснил, что, короче, сдал мне свой номер, и сказал, если что-то сломаешься, заглохнешь, потеряешься, звони, бро, мы тебя спасем, мы же все-таки МЧС, так что, вот, блин, мне осталось только Шойгу тут встретить, и вообще, а, блин, нет, Шойгу уже не МЧС, он уже другое, в общем, ребята, я удивлен, ну, в хорошем смысле, прямо, местечко интересное. Народ, самую главную информацию, которую мне сообщил Степан, что все-таки дорога, та, по которой я собирался уже, который раз проехать, третий или четвертый раз, она все-таки в таком, неудовлетворительном состоянии, что даже по сухому, он мне не рекомендует, там ехать, то есть, ну, там совсем плохо, говорить, ну, то есть, колея, местами все-таки могут встретиться болота, несмотря на суш, то есть, не езди туда, то есть, человек, работая в МЧС, честно сказал, не езди туда, объедь, пожалуйста, вот, поэтому я все-таки решил перестроить свой маршрут, и мое путешествие завтра должно продолжиться, еще на один день, потому что маршрут увеличился примерно на 100, с небольшим километров, а это что тут такое, это что тут, опа, опа, это самое, тоже набережная, тоже река, маршрут мой увеличится на 100 километров, и завтра я, скорее всего, не успею выбраться до конечной точки назначения, но это прямо, прямо неожиданно, конечно, вот, то есть, он мне рекомендует ехать через русский Потам, населенный, по-моему, как называется, русский Потам, а есть еще верхний Потам, есть русский, и там, типа, дорога будет, она будет гравийная до туда, но зато ты там на ней, она укатанная, и ты спокойно проедешь, так что я все-таки прислушаюсь к рекомендации Степана, и поеду завтра именно по новому утвержденному маршруту, как говорили бренды в руке, по новому утвержденному маршруту, в общем, буду ехать, вот, стоит ДПС, так, сейчас, что-то они вроде собирались это, бежать на перерез ко мне, ну, что-то передумали, так, останавливать меня не стали, только это самое, помахали, кивнули мне стречку, так, продолжаем движение, я двигаюсь сейчас в кафе, чтобы покушать, а в гостиницу поеду уже после кафе, сколько тут народу, как будто, не то, чтобы в райцентр заехал, как будто я заехал в отдаленный район, просто миллионного города, народ на велосипедах гоняет, если я сейчас увижу, тут электросамокаты, я вообще нисколько, ни секунды не буду удивляться, потому что прямо тут жизнь кипит, вы видите, цветы продают, а, нет, или что-то, что-то такое, это живые цветы, магазин светофор, тут есть, приколитесь, ну, в смысле, порадуйтесь за жителей, шали, есть светофор, обалдеть, магазин низких центров, так, поднимаемся в подъемчик, переезжаем реку, река, не буду врать, как называется, но я думаю, что ссылок, почему тут не было на указателя с надписью, как называется, а, это не река, блин, народ, сорян, это железная дорога, пом-пом-пом-пом-пом-пом, мне тут надо включить поворотник, и повернуть, сзади меня ехал грузак, он ехал медленно, видимо, рассматривал, я включил поворотник, он повернул направо, и тоже поехал быстрее, то есть, он рассматривал, что это за неведомая такая херобобина, электрическая заехала к нам, на, вот так вот выглядит, о, населенный пункт шали, и тут прямо, смотрите, настоящая станция, похоже, что у нас с той стороны стоит электричка, а, нет, вот станция, и вот водонапорная башня, водонапорные башни, обязательно нужны были, потому, что раньше паровозы заправлялись, почти на каждой большой станции, ну, у меня дедушка работал на станции, он, нет, из первых рук информацию рассказывал, они заправлялись, им нужна была вода, но, так как он паровоз, там, уголь, разогревал воду, вода превращалась в пар, и толкала поршни, и, соответственно, паровоз, вот, и поэтому расход воды был большой, и на каждой станции были, вот эти вот водонапорные башни накопительные, и вода в них была теплая, то есть она с подогревом, до какой-то температуры подавалась, кстати, есть пятерочка, приколитесь, шали, вот это классно, я чем-нибудь закуплюсь сегодня, и вода уже теплая попадала в тепловозы, то есть к путям были выведены толстые такие трубы, на станции Кишер несколько лет назад его только демонтировали, толстые трубы, которые подавали сразу теплую воду, не ледяную, для того, чтобы в баке паровозов не было сильного теплового удара гидравлического, чтобы не повело в баке, вода уже подавалась горячая, не кипящая, но горячая, в паровозах она доходила уже до сотки, ну и дальше вы знаете техпроцесс, паровоз ехал, так, где же тут кафешка, еще один магазин продуктов, 7000 населения, мне сказали, ну вообще, прямо, вообще хорошее место, народ, интернет работает, хорошо, что я именно это выбрал место для ночлега, ну я правда еще не знаю, как тут будет гостиница, но мне пока, пока нравится, смотрите, как тут сделано, там какие-то еще штуки стоят, ограждения, интересно, что это, так, столовая деревенька, это даже не кафе, так, заедем сюда, опа, вот находится кафе, столовая деревенька, сейчас что-нибудь покушаем тут, гасяки, порции большие, классно, так, благодарю, и супчик, очень вкусная кафешка, 216 рублей, к вам поел, и 246, или 216, обалденно, вкусно, просто нереально, у вас тут не ездят на таких, ну на маленьких-то ездят, наверное, да, я здесь, но там-то точно ездят, ну на таких ездят, еще нет, нет, а, эти маленькие, которые, ну на маленьких, у меня, я живу, как бы это, от города у меня там дорога щебень, нет, 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 только по асфальту, если маленький, ну на этом по щебню тоже тяжело, у него раз широкие колеса, он каждый щебень подкидывает его, лучше все-таки асфальт, не надо усложнять, на асфальту их, на таком тоже плохо по щебню, да, очень плохо, да, его, его не водит, как маленький, но его трясет целый сильный, в поселке прямо чувствуется жизнь, то есть не так, как было в отдаленных, а вот здесь вот прямо чувствуется жизнь, что-то все ходят, девчонки красивые, молодые ходят, пацаны все что-то делают, еще говорят, что работают дофига, прикиньте, это единственный раз в жизни, когда я поинтересовался у людей, чем вы тут занимаетесь, и мне сказали, да у нас вообще-то хрена, работа, мы не успеваем, прикиньте, да, вообще вот сколько я езжу, да вообще за всю жизнь, не только за последние три года, вот тут мне сказали, что работы так много, что мы не успеваем, и поворот направо, тут стоит танк, кстати, или нет, это не танк, это БТР, что-то типа БТР, и значит так у нас главное, поворачиваем, и звезда из серб, в общем парк такой разбит, очень хороший, красивый, так, ну если поеду в пятерку, то, а хотя тут есть светофор, наверное я зайду на светофор, но сначала все-таки давайте разберемся с гостиницей, потому что там могут быть какие-нибудь бонусы, совершенно неожиданные, скажут, что типа вы не заплатили заранее за броню, надо было заплатить, а я скажу фиг, для договоренности не было, что надо было заплатить, вы же не сказали, а типа у нас так принято, то есть любая дичь может быть, я уже настолько привык к этому, прикиньте, жилая зона знака, нифига себе, я настолько привык к этому, что я просто готов к тому, что сейчас какой-нибудь фейл произойдет, и мне придется искать, и мне придется искать новую, новый насек. В таком странном местечке я остановился, на первом этаже находится пивоварня, а здесь как бы вот несколько номеров гостиничных, и это все так странно выглядит, но при этом тут номер есть, и душ, и туалет, сейчас посмотрим, летают мухи, есть водонагреватель, душевая, сейчас посмотрим, есть ли горячая вода, номер стоит 1000 рублей, в поселке Шали, это пожалуй единственная гостиница, ну, наверное, через знакомых можно кого-то найти, просто остальные не афишируются, значит толкан, душ, это в номере за 1000, это очень хорошо, номер одноместный, тут еще есть двухместный, или там больше местные номера, а вот, из окна открывается вид, а, кстати, есть еще холодильник, и, значит, вот столик для чайника, и стульок, из окна открывается вид на какую-то базу, то есть там железная дорога, тут вот база, что-то все делают, что-то происходит, вот, ребятки, в таком виде заряжаюсь, у меня самокат, прямо тут территория базы, такое чувство, сейчас кто-нибудь придет, с ломиками мой самокат разберет, то есть реально, я очку его тут оставлять, но другого выбора нет, то есть инфраструктура у нас для зарядки электросамокатов в стране просто ноль, то есть вот не против, хозяйка, значит, зарядить мой самокат, да, но розеток-то на улице нет, и места специального нет, то есть я вытягиваю удлинитель, и вот он тут стоит, как бы вот, заряжается, ну, неудобняк, конечно, еще и на тротуаре, потому что удлинитель не такой длинный, чтобы вытянуть из этого самого, из помещения сюда, а потом еще, значит, от тротуара его откатить, так, что-то он так нагревается, ну, на улице жарко, плюс еще сам зарядник греется, то есть это прям вообще, жестко, а, главный прикол моей сегодняшней зарядки, почему я включил максимальную мощность, 15 ампер, хотя я собираюсь ехать пока завтра утром, дело в том, что это дверь, за которой находится розетка, ее в 9 часов вечера закроют, может быть даже раньше, и мне придется удлинитель убрать, то есть у меня есть 3 часа, чуть больше, чтобы зарядить полностью батарею, ну, представляете, тупая ситуация, ну, иначе, как бы, вот, дверь там закрывается, и, соответственно, удлинитель-то никак не просунуть, и через окно никак не просунуть, вот, поэтому включил 15 ампер, максимальный ток, но я думаю, что успеет за 3 часа зарядиться батарея, у меня общая емкость ее получает 40 ампер часов, 42 и 3 часа по 15, это в любом случае нужно хватить, даже с учетом минус КПД, есть вот магазинчики разливного пива, конечно же, ритуальные услуги, но что меня удивляет, даже салоны связи есть в таких городах, причем не один, то есть вот связной, аптека, разумеется, какие-то шалинские рынки, я издалека прочитал, китайский рынок, думаю, нифига себе, нормально, в таком селе, вроде бы, отдаленного, хопа, китайский рынок, нормально, такси, разумеется, цветы продают, букеты, блин, ну жизнь кипит, тут даже есть такое чудо, как государственная аптека, ну вот что мне действительно, этот поселок отличается сразу от всех остальных, это тем, что здесь куча людей в робе, железнодорожной, в какой-то другой робе, в общем народ здесь работает, она расположена, классическая надпись, я люблю, и населенный пункт, то есть я люблю шалю, видите, тут написано, это, пожалуй, этот тренд, не помню в каком году этот тренд пошел, но это вот прямо везде есть, в самом маленьком населенном пункте, вот такая надпись есть, у нас в Перми, разумеется, тоже, а вот и пятерочка, которая выручает, и даже пункт выдачи, Wildberries есть, заценить, торговый центр, называется у фонтана, но сам фонтан не действующий, но он есть, то есть технические названия, правильные, вот видите, у фонтана написано, и два оператора, здесь теледва, и мотив, жаль, что фонтан не пашет, наверное, красиво, вот за что я люблю пятерочку, это за предсказуемость, и за то, что продукты, в основном, одинаковые, однако, вот когда я приехал, в Свердловскую область, то есть это уже другая область, прямо, я вижу, что продукты, все-таки, отличаются, но основная масса, все-таки, оно, но вот по творогу, он здесь другой, и также еще какие-то продукты, здесь вот другие, меня, в общем, творог интересовал больше, то есть творог, где-то таллицкий продается, и таллицкая сметана, вот, но она тоже вкусная, в принципе, мне понравилась, у них даже бывают ночь кино, приколитесь, ночь кино, такого не видал, в селах, и парк, обалденные аллеи, ну это вообще-то артуарно, выглядит как аллея, с делом, можно идти бесконечно, и уже шуршать листвой, кстати, здесь почему-то, в Шалинском районе, уже падает листва, либо это деревья такие, видите, как можно ходить, и шуршать, дума Шалинского городского округа, и администрация, ну, совсем неожиданные места, ребята, давно планировал сюда приехать, но, вообще не ожидал, что тут так классно, и так, ребятки, на улице смеркается, самокаты полностью уже зарядил, и поставил его вот сюда, вот, то есть, вот мое окно, стельки выстирал, сохнут, и, значит, вот стоит самокат, вот, он под зону наблюдения, видеокамеры, так по нему, не попадает, ну, хотя, может быть, если они с широкоугольным объективом, тогда попадают, но по ощущениям, они на него не смотрят, вот, но там дальше тупик, и, в принципе, тут еще автосервис, тут еще мусорные баки, как бы, вот здесь вот никто не ходит в этом месте, это я сейчас протоптал тропинку, думаю, что все будет нормально, ну, буду периодически поглядывать, либо, если у него запикает сигналка, буду поглядывать, проблема в том, проблема в том, что у него эта сигналка, иногда пикает вообще без причины, то есть, вот, он стоит рядом со мной, его никто не трогает, даже ветер не дует, а сигналка вдруг из того ни сего срабатывает, то есть, с ней что-то надо делать, менять этот датчик движения, там стоит обычная пружинка, с контактом, видимо, она, ну, это не самый надежный вариант, на самом деле, видимо, она начинает глючить со временем, и, в общем, он начинает пиликать, поэтому, вот, поэтому сейчас он поставлен у меня без звука, ну, к нему подойти без звука не получится, потому что тут трава, тут будет мощный шорох, такой шор-шор-шор, так что, вот, буду готовиться к сну, а завтра утром, нас ждет следующий день путешествия, и за один день, надо будет проехать больше 200 километров, если быть точно 210, я понимаю, что нереально проехать за один день 210, даже с одной зарядкой, потому что полная зарядка 8 часов, она штатная батарея, поэтому никак не получится, будем думать, как выкручиваться из этого положения, вот, это уже все будет в следующей серии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дальше будет еще интереснее, также пишите комментарии, что вам нравится, а что нет. Субтитры сделал DimaTorzok